Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. Это обзор шестого тура Лиги Чемпионов. Поехали! Ну что же, первый матч последнего тура Лиги Чемпионов, группового именно этапа. На сегодняшний день мы заканчиваем именно групповой этап. Начинается в Италии. Наполи принимает Генг. Наполи очень хорошая команда в своей группе. Победила во всех матчах, кроме последнего в пятом туре. Проиграла минимально Ливерпулю, которая в этом сезоне не попадает даже в Лигу Европы. Именно по нашей симуляции даже этот матч шестого тура ничего не приносит. Но вот так вот гол Петра Зелинского приносит хороший запал для игроков. И момент хороший создали игроки Наполи. И вот так вот открыли счет в домашнем матче против Берегийского клуба. Со второй попытки в бильярдный такой удар еще получился. Замечательно закрутил. Голки тоже не достал. Ну и забивает Зелинский за Наполи. Очередной уже гол в нашей Лиге Чемпионов. Ну а наш матч так и заканчивается счетом 1-0. Следующий матч тоже ничуть не хуже. В этой же группе Red Bull Зальцбург принимал Ливерпуль, который очень неуверенно играет в нашей Лиге Чемпионов. Ливерпуль, действующий обладатель Лиги Чемпионов, вот так вот забивает, конечно, на 11-й минуте благодаря голу замечательного нападающего Ливерпуля. И все. Продолжаем разговор про то, что Ливерпуль именно в нашей симуляции очень убедительно показывает. Так что доверяться не нужно. Мы просто делаем просмотр, каково все-таки соотношение реальной жизни и симулятора FIFA. То есть чуть попозже мы с вами это тоже обсудим, что очень много несовпаданий с реальной жизнью. Так что симулятор FIFA у нас получает большой жирный минус, прям как у Димы Масленникова в лайфхаках. Минус жирный получает FIFA, да, реалистичность, можно так сказать. Ну и вот на 69-й минуте лучший голкипер мира Алисон пропускает от Red Bull дальний удар очередной. Сколько он уже таких пропускал именно в нашей Лиге Чемпионов. Но Red Bull сравнивает счет против действующего чемпиона Лиги Чемпионов. Вот такой вот удар. Вроде бы никуда не мешал, может быть из-под защитника вот так вот пробил. Но все-таки все равно Ван Дайк не смог накрыть этот удар. Лучший защитник мира. Ну, не знаю. Вот он лучший тренер мира. Все равно не может он в FIFA что-нибудь да и придумать. Вот такая вот реалистичность, как думают канадцы, электроники. Что это жуют и промолчат. Но мы молчать не будем. 1-1 в матче против Red Bull и Liverpool. Боруссия Дортмунд принимает пражскую славу. Тоже пражская славя обыграла в четвертом туре, если не ошибаюсь, Барселону. В пятом она обыграла Интер. Минимальный или там 2-0, не помню. Барселону 1-0 обыграли. И вот славя на выезде на 32-й минуте забивает Дортмундской Боруссии команде, которая тоже очень убедительно себя показывает в нашей лиге чемпионов. А в реальной жизни в такой сложной группе Дортмундская Боруссия-то заняла вторую строчку и вышла в плей-офф вместе с Барселоной. Но вот почему-то здесь они пропускают от команды, которая в реальной жизни заняла четвертую строчку. А в реальной жизни, а у нас в нашей симуляции славя занимает первую строчку благодаря тому, что они обыграли и Интер, и Барселону. Причем даже в гостях, если я не ошибаюсь. Вот нет, Интер они как раз обыграли у себя дома. А вот Барсу на Компноу славя смогла обыграть. И уже практически с концовка матча, 78-я минута, и славя удваивает свое преимущество. Ну и все, все бы могли подумать, что это снова победа слави, три тура подряд они выиграют. Может и в третьем туре они тоже выиграли за теми моментами, которые мы прям так и не следили. Вот именно та победа Барселоны приковала все свое внимание к слави. Поэтому мы стали вот так вот пристально наблюдать за этой командой, которая благодаря этим двум мячам уже официально может занимать первую строчку. Если, конечно, в матче Барселона и Интер не случится что-нибудь гипер такое вот неожиданное. Но все могли подумать, что так и закончится матч, но нет. Вот на 86-й минуте пошел такой замечательный навес, на 87-й замкнул центральный защитник слави. И это счет 1-2, но все равно еще в пользу праздской слави. Кто бы мог подумать, что вот такая вот незамысловатая передача. Ну и сам практически защитник толкал мяч в свои ворота головой. Вот отсюда будет хорошо это видно. Если, конечно, говорит, вот просто удар головой. Ну, конечно, он хотел выносить, но снова лайк мы поставим электроникам за реализм в игре. Куделла на 87-й минуте забивает авто-гол. Ну и это еще не конец. На уже дополнительной 94-й минуте забивает Джейдон Санчо. 2-2 счет. И кто бы мог подумать, что вот за 5 минут до конца, тем более тут уже, я так понимаю, что дополнительная 94-й минута шла. Но Санчо все равно прошел и забил. И это 2-2. 2-2. На Сигнал иду на парк. И замечательно. Все супер. Выходит на, так сказать, хорошую позицию теперь. Дортмунд не проиграли они. Слави у себя дома. Как, например, сделала Барселона. Но все равно одно очко в этом матче приходит на счет Дортмундской Баруси. Им это вряд ли поможет. Ведь они в нашей группе занимают хоть как на четвертую строчку. И мы уже не догнать ни Интер, ни Барселону. И не выходят они в плей-офф. Ну а теперь здесь идет уже прям борьба за первую строчку. Здесь либо Интер, либо Барселона. Хочу напомнить вам, что пока что у Барселоны и у Интера идет равенство очков. И матч заканчивается в ничью 0-0. Команда делит по одному очку. И у них абсолютно равенство как по очкам, так и по забитым и пропущенным. Следующий матч у нас уже в Лондоне. Стэнфорд-Бридж. Челси принимает Лиди. Но матч так же, как и предыдущий, заканчивается в ничью 0-0. Но у нас следующий матч. Именно матч в этой группе все и решал. Кто выйдет. Леон или Лейпциг. Потому что эти обе команды борются за выход в плей-офф. Но мы не будем забывать про Бенфику, которая в этом туре не играла. Но вот так вот Рэдбул выходит на выезде вперед. Хороший гол. Забивают. Трудовой можно прямо сказать. Марсель Сабицер снова забивает. Бенфика, напомню, не играла в этом туре. Потому что неполная у нас группа. Так же, как и группа, где Бавария, Туттенхем, Олимпиакос и Цервена-Звезда. Потому что Цервена-Звезда, к сожалению, нету. FIFA 20. Так же, как и Санкт-Петербургский зенит, который находится вот в этой группе с Лейпцигом, Леоном и Бенфикой. Так что Бенфика просто молча досматривала этот матч. Вроде как, ну вот в пятом туре они закончили уже участие на групповом этапе. Все здесь уже зависело не от них. Матч так и заканчивается гостевой победой Рэдбула. Ну а на следующий матч здесь уже Аякс принимал Валенсию. Команды две очень серьезные. Аякс в реальной жизни попал в Лигу Европы. Хотя в прошлом сезоне дошли до полуфинала Лиги Чемпионов. Ну и вот так вот на 13-й уже минуте Аякс выходит вперед. Забивает команде, которая боролась в реальной жизни именно за выходы в клей-офф Лиги Чемпионов. И заняла даже первую строчку. Но забивает Бабель. Раньше поиграл в турецком чемпионате. Суперлига. Ну и хороший такой вот гол забивает в Лиге Чемпионов. Кто-то может написать в комментариях, потому что я действительно запоздал с обзорами Лиги Чемпионов. Как на получается 4-й, 5-й и 6-й тур. Но пока вот пандемия. Сейчас я пытаюсь нагонять этот все-таки режим с обзорами. И составы, естественно, обновлены. Здесь уже и Холланд в Баруси. Все новые трансферы здесь есть. Может быть и поэтому, но кто знает. Но матч заканчивается Аякса с Валенцией в ничью. Победой Аяксом 1-0. Следующий у нас матч тоже интересный. Шахтер принимает Аталанту. Две интересные команды, которые здесь уже боролись за выход в плей-офф. Но матч закончился в ничью 0-0. Ну, следующий матч ничуть не хуже. Динамо Загреб принимал Манчестер Сити. В Манчестер Сити уже несколько сезонов подряд им попадает очень легкая группа на Лигу Чемпионов. Но вот так вот нападающий Динамо Загреба Петкович забивает на 14 минуте. Снова одному из лучших голкиперов мира, можно так сказать. Потому что Эдерсон был чемпионом Англии вместе с Манчестер Сити. Невероятный сезон проводил. И с Алисоном они вот два лидера сборной Бразилии именно на этой позиции. Но все-таки предпочтение, наверное, Мерсисайдскому отдают голкиперу. Но все равно, вот так вот в реальной жизни, мне кажется, вряд ли бы Эдерсон пропускал. Ну да ладно. Все равно Динамо Загреб дома обыгрывает Манчестер Сити, где это видано было. Но FIFA решает, что именно Динамо Загреб должны были повести в счете. Так оно у нас и случилось. Ну и матч, естественно, заканчивается победой Динамо Загреба над Манчестером Сити. Следующий матч у нас ПСЖ принимал Галатасарай. Тоже интересный матч, которого ждали, наверное, разгромные победы ПСЖ. Ну и так все и начиналось практически на 15-м минуте. Выходит вперед ПСЖ. Гол забивает Идриса Гие. Вместе с камерой попраздновал он Томас Минье и Анкли Гемария еще рядом с ним. Все думали, да, сейчас вот забили они. Быстрый гол, конечно, получился. Надо забивать еще. И почему бы и нет. Забить парочку и улучшить свою результативность к разнице мячей. Было бы неплохо. На оборотах также у ПСЖ стоит лучший голкипер Лиги Чемпионов последних лет. Это Кейлорнавас. Он взял три Лиги Чемпионов подряд вместе с Мадридским Реалом. Но с покупкой Куртуа ушел на второй немного план и вот так вот через себя забивает Галатасарай. Я напомню, что я говорил пару секунд назад. Лучший голкипер для меня последних лет в Лиге Чемпионов. Потому что голкипер той легендарной команды с Кришчаном Роналду. Ну вот такой вот просто пропускать. Понимаю, конечно, да, это лидер Галатасара. Недавное приобретение. Это Радамель Фалькао забивает. Раньше игрок Монако, но вот сейчас покоряет поля в Турции. Ну и забивает все-таки своему обидчику, наверное, потому что ПСЖ очень часто отнимал очки у Монако. Но мы помним тот состав Монако, который взял чемпионат, закончив гегемонию ПСЖ. И тогда Фалькао был действительно лидером Монако. Ну и матч заканчивался ничью 1-1. Брюги против Мадридского Реала. Вот именно эта команда. Галактика, как это по-другому еще называет, движется в нападение вот здесь. И 1-0. Брюги в концовке первого тайма выходит вперед в матче против Мадридского Реала. Что нам преподносит вообще этот шестой тур? Вот что? Это ничья Ливерпуля и Зарцбурга. Но это могло, конечно, быть такое. Славия ведет в матче против Доргенской Баруси 2-0. Потом замечательная концовка. Баруси сравнивает счет на 94-й дополнительной минуте. Динамо Загреб обыгрывает Манчестер Сити на домашнем поле. Галатасарай. Но это тоже могло, конечно, быть все ничейные результаты. Действительно, могли быть. Играет ничью с ПСЖ. Фалькау забивает ножницами боковыми, конечно. Но это все-таки гол удар с лета был. Гол с лета все. Ну и вот Брюги обыгрывает Мадридский Реал. Кто бы тоже мог подумать. Но матч так и заканчивается. Победа именно Бельгийского клуба. На следующем матче это Бавария. Это та неполноценная вторая группа. Так и Леон, Бенфика и Лейпциг. Бавария принимает Тоттенхэм. Именно эти две команды. Главные в своей группе. Ну и вот так вот. Забивает во втором тайме Леон Горецко. И все думали, что... Ну действительно. Если забивает чаще всего команда первая, то они выигрывают этот матч. Но не тут-то было. Чуть попозже мы это увидим. Нам это уже показало, что если даже команда, как Пражеская Славя, забивает два мяча, это не значит, что она выиграет матч. Бороться нужно до конца. Это показали футболисты Дорфинской Боруссии. И лично на своем опыте доказал Джедан Санчо. Ну вот так вот чемпион мира, действующий, Гульверис, пропускает такой вот гол. Ну и Жезема Урин действительно в ярости, наверное, на этот пропущенный гол от Леона Горецки. Идет уже 76-ая минута. И пошел хороший удар. И все. Уже счет 1-1 в пользу гостевой команды Тоттенхэма. Бежит, если игрок Тоттенхэма, это Лукас Моу опраздновать к своим сокоманникам, которые сейчас на скамейке запасных разминаются. Лукас Моуэр действительно стал героем Тоттенхэма в прошлом сезоне Лиги Чемпионов, забив хэт-трик в ворота Аякса и, так сказать, взяв путевку в финал, в котором все-таки они, правда, и проиграли. Но, мне все-таки кажется, что тот финал уже был заранее неинтересен, так как, во-первых, две английские команды встретились в финале, это уже понятно. по регулярному чемпионату это можно посмотреть, как команда сыграла и знать фаворита заранее. Но и этот все-таки пенальти, поставленный на первых минутах, даже если бы Салар не забил бы, это, наоборот, более бы забило Ливерпуль. Ну, не будем уже ворошить прошлое. И вот так вот на 86-й минуте Альфонсо Дэвин, Дэвин же, правильно, да, забивает игрока Тоттенхэма в штрафной, получает за это еще и желтую карточку. Пенальти назначен, и Тоттенхэм на последних минутах действительно вот тут грамотно Деляли подставился, пенальти заработал, будет пробивать Тоттенхэм, а все думали, что будет победа-то Бавария, раз она повела дома, то тем более еще и в счете. А я говорил, что шестой тур преподносит нам сюрпризы, и Эрик Ламелло забивает гол с пенальти ворота Пануэля-Нойера. И тоже, Эрик Ламелло вот бежит либо к Жозе Мауриню, так и все к нему, да, отпразднув этот гол, очень долгие празднования, как вы видите, у Тоттенхэма, они тянут действительно время, раз уже и выиграют в гостях у действующего чемпиона Германии. Немного не везет, конечно, Баварии в Лиге Чемпионов, хотя им тоже в последние годы легкие группы попадаются на групповом этапе Лиги Чемпионов. Чаще всего они вылетают уже там на решающих стадиях четверть финала Лиги Чемпионов. Ну вот Ламелло является автором забитого гола с пенальти ворота Баварии. Счет и матч заканчивается с счетом 1-2 в пользу Тоттенхэма. Но у нас следующий матч. Атлетико Мадрид против Локомотива. Единственный представитель российской премьер-лиги, теперь тоже Тинькофф, премьер-лига, новый спонсор появился. Ну и вот Атлетико Мадрид забивает. На праве, наверное, хозяев поля они доминируют над Локомотивом, но все равно такой небольшой баг, как вы видели, сейчас произошел. Альваро Марата, игрок не сильно полюбившийся многим, но все равно засветился как и в Атлетико, так и в Челси своей игрой. Вот. Недолюбливает, скорее всего, Диего Коста, потому что сначала был в клубе Челси Диего Коста главной звездой, потом пришел Марата и, как бы так сказать, вытеснил его из основы, посадил Коста на банку, ну и Косту пришлось продавать в Атлетико. В Атлетико он перешел, ну и потом Атлетико Мадрид взяли именно Марату в состав матрасников. Так что в двух клубах подряд уже Марата вытесняет Диего Косту. Ну вот оно, новое приобретение Атлетико. Это Жоа Феликс на замену все-таки Гризману черной мыши. Трудится и трудится, чтобы быть на уровне Гризмана, но все равно забивает. Гол увеличивает преимущество Атлетико за добивание, конечно, со второй попытки, но гол есть гол. И Жоа Феликс удваивает преимущество Атлетико. Ну и Диего Симеон действительно рад. В реальной жизни это Атлетико даже Ливерпуль выбили в 1-8 лиге чемпионов, показав настоящий уровень класс. Ну вот пока что если не ошибаюсь, то Атлетико единственная команда или их две всего, но одна из двух, скорее всего. Тут на ваших экранах забивает Локомотив и уменьшает преимущество. Вот Атлетико это одна из тех команд, которая успела до начала прямо такой вот массовой запрета всех этих массовых мероприятий пандемии успела пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Но никто еще не знает, будет ли продолжен этот сезон. И все равно все помнят ту неубедительную игру Адриана, галкипера, Ливерпуля. Ну и Диего Симеона действительно недоволен, что расслабилась команда и Антон Миранчук уменьшает преимущество Атлетико и забивает ну важно для себя уж точно гол, потому что братья Миранчуки должны засветиться в Европе. И матч заканчивается домашней победой Атлетико 2-1. Ну а у нас последний матч, если я ничего не путаю, это Байер против Ювентуса. Команды тоже интересные сами по себе, но первый момент возник у Ювентуса в концовке первого тайма Гонсалу Гуаин пробивает, но на подборе сыграл хорошо Кришчану Роналду выводит вперед португалец Сару Сеньору и вот так вот возвышенно подбегает Роналду ну в реальной жизни бы так было естественно бы не сделал подбегает наверное ну это точно болельщики Байера сидели там в футболках видно было но грамотно здесь он сыграл на опережение обогнал защитника Бендер наверное все-таки это был растянулся на шпагате и немножко так и вверх подсеченно пробивает Роналду ну и идет уже концовка матча и все 1-0 гостевая победа Ювентуса ну и вот на наших экранах команда шестого тура Лиги Чемпионов пока что лучше здесь Адемин и Динамо Загреба ну естественно Ариан Адемин стал лучшим игроком шестого тура его оценка 8.7 Ну и на наших экранах результаты после шестого тура итоговые уже таблицы именно так и заканчивается наш групповой этап Лиги Чемпионов и мы взяли результаты из реальной жизни и сравнили их с данными которые у нас получились благодаря симуляции FIFA 20 и мы очень ну действительно здесь было предсказуемо что так все и будет но естественно FIFA ушла в большой минус 9 команд заняли те строчки которые и в реальной жизни и 21 команда не совпадает с теми которые были в реальной жизни но тяжело конечно было это предсказать что так все и будет но все таки большой это такой провал между 9 командами которые совпали и 21 команда которая не на своей позиции как в реальной жизни ну и друзья на ваших экранах сейчас лучший состав 11 игроков на каждой своей позиции самый лучший за весь групповой этап мы хотели также сделать лучшего игрока группового этапа но тут произошла такая оказия вы сами решите кто все таки по вашему мнению показал именно в нашей лиге чемпионов на нашем групповом этапе себя лучше Петр Зелинский из Наполео у которого оценка 9.2 Кришано Роналдо из Пименту Кальчик у которого тоже оценка 9.2 или Ито из Генка у которого тоже оценка 9.2 пишите в комментариях ну что же друзья закончился у нас групповой этап Лиги Чемпионов чуть попозже конечно надо немножко передохнуть у нас будет 1.8 Лиги Чемпионов сразу будут отыграны 2 матча в паре и также начнется у нас Лига Европы начнем мы со стадии 1.16 если я ничего там не путаю там также не будет сыграно как и в Лиге Чемпионов у нас на групповом этапе 2 пары потому что двух команд как я уже посмотрел так вроде нету FIFA 20 ну что же пишите в комментариях как вы думаете кто станет обладателем Лиги Чемпионов и Лиги Европы с вами был Андрей канал Футбол это жизнь до новых встреч друзья всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok